Итак, тут на вокзале есть карта. Она не интерактивная, но я ее сейчас внимательно изучу, посмотрю, все детали разгляжу. Ничего не пойму и пойду наобум. Сейчас я переступлю черту вокзала и оп, я в Вене. Что, мне нравится? Только что хотел сказать, какие флаги есть, и говорю, есть флаг Евросоюза, Австрии, еще чего-то. Но вместо еще чего-то я сказал, сего-то и сего-то и с тесем. Это ж надо было. Мама, как всегда, куда-то прется. Но тут же явно по забору видно красивому, что это Бельведер. Первый признак, красивый забор. Ну, это можно и проигнорировать, что это Бельведер. Но по забору сразу понятно и заметно. Вы посмотрите на ограничения. Это меня все не волнует, а вот это волнует. Я же хотел дрон купить. Хочу очень дрон себе. Не куплю, но хочу. Поэтому, если у меня когда-то он появится, я тут не смогу полетать. Это ужас просто, все. Плотный сбитый пуст. Уважаемые экскурсанты, этот вход был завершен. Не знаю я в каком он был завершен. Главное, что он очень красивый и очень многообещающий. Я просто спонтанно сюда приехал и подготовиться не успел. Ну, что, красиво. Мне нравится. Просторно. Мне кажется, ну, маленький он какой-то. Хотя у королевы Елизаветы вроде больше. Ну, мне бы такого хватило, знаете. Вы посмотрите, какие здесь утки. Даже они тут с царскими манерами. Вся идеально чистая. Такая упитанная. Шучу. Конечно, я бы не съел такую молоту. Вы посмотрите на нее. Она же идеальна. Точнее, это селезень. Он спит. Ну, по крайней мере, пытается отдохнуть. С ее второй лапой все в порядке. Она ее просто поджала. Я просто однажды в дубовке видел гуся. Мне даже его пришлось погонять немного. Он на одной лапе прыгал. Я думала, он бедняшка без лапы. А потом он такой взял вторую лапу, достал из пуха и пошел дальше себе. Я такой, фуе-мое, ты вообще как так можешь пугать, а? Я так за него перепугался. А меня что, внутрь пустят? Клаааасс. А можно я там жить достану? Ну так, как бежница. Дворец построен в стиле барокко в 18 веке. И тут есть вот такое вот огромное искусственное, что ли, озеро, которое не с земляными стенами, а кирпич, а сверху какой-то красивый камень. И тут моя мама задумалась, окупались ли здесь знатные особы. Ну, я ответил так. По пьяни, наверное, после свадьбы могли. Вот, как знаете, в фонтан упал. Я абсолютно ничего вам не могу сказать по существу, но могу сказать то, что это какая-то женщина-птицы, конь и лошадь. И она явно славянской внешности. Нормально. Поближе к кустики для Ленуси. А подождите, это что, банальные самшиты? Кстати, Бельведер, только что погуглил, роуминга не пожалел, построен архитектором Лукасом Фор Хельдебрандтон. Еще раз, стоп, Лукасом Фор Хельдебрандтон. Что вы видите и что я вижу? Конь с ногами русалки, притворяющийся карасем, плюется водой. Притворяющийся карасем и лукасом Фор Хельдебрандтон. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Зал, который мы только что видели, обогревается двумя каминами. Хотя я вам хочу сказать, что камины это далеко не лучший способ обогрева, потому что в силу большой тяги, чтобы вытягивать весь дым, большинство тепла тоже вытягивает. Ну, знаете, большинство из картин современного искусства я могу нарисовать. К примеру, это. Вот в этот костел мы хотим с мамой попасть. Не знаю, то ли нога сломанная, без кости, то ли хвост. Наверное, все же хвост. Субтитры сделал DimaTorzok Догадайтесь, кто этот пухлый малыш. Это Десембр. Ну, там, с той стороны выезжал, я думаю. Я боюсь спросить, если мне тут тяжело залезть по вот этому очень пологому, так скажем, спуску, то как же здесь конь мог залезть с повозкой? Ладно, допустим. Допустим, представим себе, что это вот как человек с кровчучкой на баяне играет, чтобы это людям с кровчучками было легче идти на прием. С дарами, знаете, там, жемчуг, все такое на кровчучке. Каштаны, мои родные сынки. В Польше просто нет ни одного каштана, и все деревья черные, такие хмурые, одним словом. А тут вот зеленые, такие добрые, прямо-таки говорят, иди сюда, обнимись со мной. Так и сделаю. Ну, я думаю, ну, по крайней мере, надеюсь, что в Польше деревья тоже подобреют, когда листья распустятся. Я вам хочу сказать, что я первый раз ем бутерброд в Бельведерском дворце. Это, конечно, не дубовка, и для них здесь не раздолье, но главное это то, что она тут занимается, по всей видимости, ну, он, это он, это сельзинь, утка. Занимается здесь, по всей видимости, фитнесом, плавают просто по кругу и так поддерживают себя в форме. Вы что-то особенное заметили? Нет, не то, что стену перекрасили в украинский хлад на заднем плане, а то, что фиолетовые тюльпаны просто прекрасные. Тюльпаны, это, кстати, мои любимые цветы. Прогулка по улицам Вены. Прогулка по улицам Вены. Не виден уже. Пам-пам-пам-пам. Знаете, что меня удивляет? Я совершенно не увидел никаких супермаркетов. Нет, вы оглянитесь вокруг, серьезно. Вот, просто не-че-го. Где они вообще еду покупают? Красивейшие узенькие улочки. Красивая штука, да? А теперь, о, внимание! Дерево. Это все дерево. Красота. Мы были в музее, и нам так понравилось. Самое интересное, квест целый, это был спуск в подвалы музея. Там просто надо было в такой себе комнате оставить вещи. И на то, чтобы закрыть шкаф, открыть шкаф, вложить туда 2 евро, у нас ушло нереальное количество времени. В итоге мы вещи ложили дольше, чем по музею ходили. Кажется, мы приближаемся к какому-то туристическому месту. Ну, тут уж не ошибешься. Столько народу. В 16 веке этот собор приобрел такой вот окончательный вид. А с 12 века здесь появился первый собор. Хочешь кожу? Хочешь кожу? Хочешь жалов, я люблю. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Тут есть такие стенды, наверное, наподобие стены плача в Израиле, и на них написано много разных пожеланий в большинстве про Украину. Но у нас с мамой не было ни ручки, ни бумажки, и мы купили музыкальную шкатулку, и на чеке от нее написали наше пожелание, попросив ручку у продавца. Теперь мы довольны. Таких четыре стенда и большинство о прекращении войны. Мелодия с музыкальной шкатулки в соборе святого Штефана. Смотрите, видите, разница в руках тихо, без резонатора. И резонатор, как дерево, как динамик. Для этого и надо прикручивать шкатулки к деревянным основам. Смотрите, это маленький органчик. Сейчас покажем большой... Ну как, относительно органов он небольшой. Такой нормальный, обычный орган. А вот, относительно меня, он огромный. Я сейчас даже стану, покажу. А вы знали, что орган это духовой инструмент? Потому что работает он на воздухе. Вот он, огромный орган. Самая центральная не видно за колонной. Но вы можете увидеть вот эти просто циклопических размеров трубы во сравнении с маленькими, самыми маленькими трубочками. Он просто огромный. Раньше, чтобы запустить орган, приходилось качать меха. Раньше,大家 их都是 качать. Хорошо. Ну,ано-наво в корме. П pour Phi-па милом. Кто-то пришел спину. это чумная колонна она построена в знак благодарности Святой Троице за то, что они услышали молитвы и, так скажем помогли избавиться от чумы, что ли чума в Европе в 17 веке свирепствовала и каждый третий житель Вены умер от этой болезни ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У нас есть время, активно становиться. Мы вместе с вами работаем в фронтуре. И турбия, который был в своём революции. То есть, во многом, он был в Союзе. И даром Андреев был в Союзе. И он был в Союзе. И у него был в Союзе. И у него был в Союзе. Луки! Вы только посмотрите! Вот здание Венской оперы. Тут все прекрасно, даже канализационные люки. А где призрак Венской оперы? Я пока что его не увидел. Мы в средневековом замке Хоббсбурге. Хоббсбурге. Не Хогварти, а Хоббсбурге. Вы посмотрите! Это стеклянная галерея. Я обожаю, когда вот в этой именно позеленевшей такой бронзе, что ли, и в чем-то таком вот, блин. Короче, медь дает эту оксидную пленку. Когда эта оксидная пленка на металле, это для меня всегда было очень красиво. А когда особенно она держит стеклянные купола, я вообще в восторге от этого. Это просто для меня самый крутой дизайн. Вот представьте себе внутри. А это манежи для поняшек и коняшек. Вы посмотрите! Это хвойник! Лена, хочешь себе такой? Я хочу тебе такой. Он огромен! Он просто такой великолепный! Он как дуб! Блин, я хочу фоточку, как я сижу под ним. И, как знаете, на заставке в фильмах не хочу читать. Правда, я не люблю читать их, но ладно. Вот это дерево огромное, циклопическое, красивое. Ай-яй-яй, красивое. А что вы хотели? Это же средневековый замок. Дворец. Не люблю называть дворцы замками. Замок — это оборонное сооружение. Каштан! Ты мой хороший! Любимый мой каштан! Я за тобой соскучился! Большой! Как в Запорожье! Как в Киеве! Как в Украине! Ура! Так! Ой, Боже, какие тут дни! Ну, мимоходом. Тут 2600 комнат. Я думаю, мне бы года хватило, чтобы их все обойти. Эта бабочка только-только вылупилась. А вон ещё... Да, тоже только вылупилась. И вон. У них ещё такие гопрированные крылья, потому что они не успели полностью выпрямиться. Они же у них как бы сложенные в коконе. У них постоянный контроль температуры и влажности. Одна что-то как-то прилегла. Тебе неплохо? Ты хоть живая? Боже, неплохо. Плохо будет. Продолжение следует... Она водичку пьет. Она водички пьет. Классно. Она водички пьет. Она водички пьет. Она водички пьет. Она водички пьет. Да, их клеят на термоклей. Она водички пьет.